В последний летний день августа Вера была отобрана у нас в постановлении комиссии по ценам несовершеннолетних Хрунзенского района. Она очень страдает, мучается, плачет, она хочет домой. Наша жизнь сейчас разделилась на до и после. Мы все вместе с Эльвирой страдаем, переживаем за нее. Очень ждем ее возвращения домой и в настоящий момент боремся за то, чтобы наша семья снова воссоединилась и была в бою. Наш дом представляет Феникс. Меня зовут Миронова Татьяна. Я родилась и выросла в Беларуси в городе Минске. Здесь же я познакомилась со своим мужем. У нас родилось двое детей. Старший сын Ральф, сейчас ему 24 года. В 2009 году у нас родилась дочь Эльвира. Мы ее очень любим, оберегаем, заботимся о ней. Она очень любит танцевать, купаться, путешествовать, кататься на коньках, на лыжах, на санках, лепить из пластилина. В прошлом году Эльвира пошла в школу. И с этого момента началась история, которая привела к трагическим последствиям. Мы пошли в школу подготовленные, радостные, а ушли из школы в слезах. В школе не было ни полотенец, ни мыла, ни туалетной бумаги, ни воды для питья. Когда мы подошли к директору, он сказал, чтобы мы забирали документы. На меня вызывали милицию. Поддержки среди родителей класса, где училась Эльвира, я не нашла. Я обратилась в одну школу, в другую школу, в третью школу. Но мне везде сказали, что местных нет. Только в апреле этого года Эльвиру взяли учиться в школу. Но и там спокойно учиться мы не смогли. Я обратилась за помощью в отдел образования. Но помощи я так и не получила. Сейчас Эльвиру забрали. Она находится в приюте. Мы прилагаем все силы для того, чтобы возвратить нашу Эльвиру к нам домой, в нашу крепкую, любящую и дружную семью. Я также пришла поддержать Татьяну и ее супруга. И помочь им вернуть ребенка в семью. Семья благополучная. И в данном случае вот этот так называемый декрет, по которому обязаны защищать права ребенка, так и нарушает права ребенка и разрушает семью. Положительные семьи. Допустим, детей из семьи алкоголиков не берут. Не забирают детей в интернат. Забирают из хороших семей, чтобы потом, потом еще заставить семью платить деньги. Гораздо больше, чем уходит на содержание ребенка. Вчера в саде Фрунзенского района состоялось рассмотрение дела по нашему иску о возврате Эльвира. Суду были предоставлены все материалы и все доказательства. Подтверждены все нарушения наших прав и прав Эльвиры. Однако суд вынес решение о том, что в интересах Эльвиры ей лучше быть в приюте, в приютских стенах, есть приютскую еду, носить приютскую одежду, и что возврат ее в семью не отвечает ее интересам и законным правам. Решением суда мы были шокированы, и решение суда вызывает насмешанные чувства. От крайнего возмущения до крайнего отчаяния. Но мы намерены бороться и добиваться того, чтобы Эльвира была возвращена нам в семью. Повесила на свой замок. Сама говорит, папа, я хочу знать часы, и она их сделала. Видно даже, как цифры у нас получены крылья, потому что я и старалась. Я только и стрелки прикрепляла, а она сама их рисовала, и я и только прикрепила этот ботик. Феникс 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 Феникс